На старт! Внимание! Марш! Короче, прикольная штучка, да, для моторики прикольная. Дэнь, на! Вот оно стоит. И что мы должны сделать? Твою мать! О, я выиграла! Чего детей ждать, если взрослые так тупят? Скажите. Мама, мама! Садитесь, дети. Давай, разыгрываем сценку, давай. Сколько можно? Вас трое, я одна. А где ребёнок? Третий. А ребёнка третьего кто-то похитил. Смотри, как кажется, что ты меня обнимаешь. Ну да. Привет, наши хорошие! Привет! Дэня, помахай. Помахай, скорее. Сегодня видео будет для тебя. Итак, сегодня у нас будут фикс-прайс игрушки. Очень много игрушек. В основном для детей, но также для взрослых. И там для детей маленьких и чуть постарше. Просто у меня накопилось очень много игрушек. Смотрите, раз пакет с игрушками, два пакет с игрушками. И я решила, что нужно, наверное, отдельное видео снять и сделать обзорчик на какие-то игрушки. Очень часто я заглядываю в фикс-прайс и смотрю и думаю, глядю, столько игрушек разных, что надо их, короче, снять. Интересных. Вот первую мы уже собрали. Вот такая игрушечка, она вот в такой коробочке, смотрите. Может быть, вы видели в фикс-прайсе. Я подумала, что для ребенка трех лет будет нормально нажимать вот на такие вот кнопочки. Для ребенка трех лет. Это для ребенка от трех лет. А моему один и десять. Я думала, что это будет нормально и интересно. В итоге он, короче... Ну, это прикольная штучка, смотри. А для ребенка больше трех лет. Оно, кстати, классно. А. Оно, кстати, классно. Да раньше была такая штучка с водой, помнишь? Тоже, что она нажимала уже. Да, типа-то было. И, кстати, они реально запрыгивают в эти корзины. Мы, короче, ее уже все уложили. Но Дэнке, она непонятно, он, ну, не играет в ней так полноценно, как, ну, надо бы, прям нажми на эту. Ой, сейчас я живот свой спрячу. Ну, которого нет, как бы, но он появляется. Он появился в определенный момент. Похож на тебя была там. Там часть тела. Короче, он просто вот так вот бьется, а не вот так вот играет. И тоже прикольно, мне кажется. Так, давайте другие игрушечки тоже откроем, посмотрим. Например, мне интересно, вот что это за игра. Иногда, знаете, на игрушках написано... На игрушках иногда написано, что это 3+, а на самом деле 3+, уже детям неинтересно в это играть. И это интересно как раз-таки где-то в 2 года, там, в 1,5 года. Давай, Дэнни, раскроем эту игрушку нашу. И мы проверим ее. Так, она здесь у нас уже, походу, вся цельная. Вот такая. Вот игрушка. Здесь зеленая штука. И тут у нас... Ой, смотрите, они кушают. Кто-то кушает. Кто вперед, типа, скушает. Сейчас мы на кого-то, Костина, сыграем. Кто у нас более проворнее? Какие маленькие договорки. О, идут, смотрите, шарики. Блин, да Дэнни как все расседают. Ладно расседать, чтобы в рот не тащил. Не, в рот он уже у меня ничего не тащит. О, если я больше не подумала, что это конфетки. Ну как? Подожди. На старт, внимание, марш. И потом мы считаем, кто больше. На старт. Что ты съела? Я положила на место. Все, ты шулик. Так, на старт, внимание, марш. Ты еще маршу, чтобы игра была на ровном месте. У меня два шарика есть. У меня один. Мы поцеловались. Короче, игра, я вам так скажу. Ой, у меня там много шариков. Они, короче, все. Все. Играйте. В общем, игра прикольная. Она веселая. На самом деле, как вы успели заметить. Но когда мы открываем, оно не всегда, то есть, когда много шариков, они не всегда все слидаются. И получается, что сколько мы разделали, да, и шарики не попадали. Ну, должна быть, как, сноровка. Да, шарики у нас... На столе нужно играть. Шарики у нас теперь по всей квартире. Это жопка, 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 жопка. Ну, игрушка прикольная. Как бы стоят все эти игрушки по 100 рублей. Мне кажется, она стоит того, как думаешь. 100 рублей, да. Да, вообще классно. Так, на тебе вот это вот. Играй с акулками. Мы пока будем показывать другую вам игрушку. И будем замечать, что же Денька делает с этими акулками. Кстати, вот такая еще игрушка интересная. Появилась новая в фикс прайсе. Да, Денька тоже ее не оценил. Я уже ему открывала. Там внутри просто набор вот таких вот, типа, маленьких мочалочек. Ну, для ребенка возраста моего Деньки, 1,10, да, они больше раскидывают вот это все. Ну, вообще это прикольно. Конечно же, вот такие игрушки ты не соберешь прям. Ну, можно, но оно будет что-то похожее. Тут, конечно, очень красиво сделано. Типа, типа, 3D. Ну, да, они вот цепляются между собой, вот такие маленькие штучки. Вот они. Хорошо цепляются, в принципе. Мне кажется, как-то для... Да, да, для моторики это очень прикольно. На, потрогай. Это не все, вон еще, там есть разные красивые цвета, большое количество. Слушай, ну, можно использовать как мочалку еще. Да, это хорошая идея, как мочалку, кстати, использовать. Я думала об этом. Единственное, что они могут по всей ванне рассветать. Да нет, они, смотри, как держатся хорошо. Да? Я вот к мочалку, к выбору мочалки отношусь очень тщательно. Вот это будет очень тщательно. У тебя нет мочалки, я постоянно... Слушай, слушайте, а Деньке нравятся игрушки? Да, постоянно у тебя мне нечем купаться. Где у тебя мочалка? Давай, какого цвета мочалку тебе сделать? Тут много цветов, мы можем собрать. Да нет, это маленькая. Если с какого-то одного цвета, это будет маленькая. А какого тебе размера нужно? Нет. Цельная, да? Тебе вот этого хватит. Да мне одной хватит. Короче, прикольная штучка, да, для моторики прикольная. День, на! Чесаться. Короче, ему понравились акулки. Он ставит на... Смотри. День, покажи, как ты играешь. Смотри. Он поставил на серединку. Покажи, как ты играешь. А теперь кушать. Смотри, смотри, День, смотри. Я только закрыл. Сейчас, смотри. Ну-ка, давай, мама покажешь. Смотри, День, смотри, они кушают. День, глянь. Ой, смотри. И застрял. Ну, это фикс-пресс, как бы, оно не сразу кушает, День. Смотри. День, ты своей головой закрываешь. Все. Так, это мочалка, ты поняла, да? Вот здесь вот с другой стороны еще есть примеры, что можно было бы сделать из этой мочалки. Ну, короче, прикольная штучка для моторики, как минимум. Еще, кстати, меня просят кинетический песок протестировать. Я обязательно в одних из следующих фикс-пресс протестирую кинетический песок и посмотрим, как Денька будет на него тоже реагировать. Так, и что у нас есть еще из игрушки? О, это они из СССР, которые были из СССР. Это такой мини... Мини кто это? Боулинг. Боулинг, да. Кристина знала. Она биться, она прочитала, да? Ах ты, хитруля. Так-то я не знала, да? Вряд ли бы вспомнила название. Короче, мини-боулинг, это, мне кажется, для взрослых. Хотя, ну, детки, смотря какой возраст, ну, мне интересно было посмотреть, прям открыть, что они сделают. О, я. Так, вот такая доска у нас, расчерченная тут. Могу, держи. Больше ничего в коробке нет. Так, в набор входит, смотри, какая-то штучка. Тоже с шариком. Шариков у нас теперь много. Куда это? А, тут надо. Ты профильный. Предположительно, что там. Так, а вот это что? Вот это. Сюда. А, и, наверное, вот так. Кегли. Давай по одному разу сыграем. Ну, как у нас будет, один-один или что? Да, это попадает сейчас. Иди сюда. Короче, вот оно стоит. И что мы должны сделать? Твою мать, они такие маленькие, их вообще никак неудобно, блин, выставлять. Да нет, там внутри дырочки, может, что-то еще будет. Нету никаких дырочек. Вот здесь вот, смотри. Пал, ничего больше нет? Нет. Все, в набор. Мне кажется, здесь должны быть что-то такие. Все, не шевелись. Ой. Нанизывать на что. Давай. Я сейчас, потом ты. Только тише. Раз, два. Глаз мне нет. У меня осталось четыре штуки. Все-таки что-то осталось? Да. Сейчас я для тебя выстрою. Держи. Ты можешь вот этой штукой направлять куда угодно. Я сразу вспомнила, как говорит Ленусик Хэппи. Че? Бора. Хера-бора какая-то? По-моему, очень даже интересная игра. Нет, она, в общем-то, интересная, но... Надо было сильнее. В таком варианте... Она странная. Ну, надо было сильнее, наверное, бить. Ты, боже, можешь направить. Давай быстрее, а то Денька тебе сейчас поможет. У-у-у, я выиграла! У тебя осталось пять штук. Да при чем здесь ты выиграешь? Шет пять. Шет пять. И первый раз успел. И четыре со второго раза! Крис, ну ты... Одна. Все равно мне не нравится. Конечно, потому что я выиграла. Нет, мне не то что-то. Валяется вокруг, вот эти вот... Ой, не надо, не надо. Хорошая игра. Мне игра понравилась. Вообще нехорошая. Так, я сложу все в коробочку. Да? Все. Но Деньке, я думаю, нет, она разрушает эти фишки. Хотя ему сейчас очень нравится, как видите, играть с акулками. Он эти шарики туда кладет. Он еще не понимает, что он может скушать. Говорит, ам. Нажимай. Ам. Ам, 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 ам. И ни одной не сожгал. Еще у нас есть, если мы для взрослых сейчас более какие-то игрушки, то мне очень понравилась акциональная игра в шахматы на магнитах. Ты что-нибудь такое видела когда-нибудь? Нет. В экспрессе видела. Ну, я имею в виду вообще не пробую. Это 99 рублей стоит. В смысле, ты в шахматы не играла, в шашки? Нет, именно магнитные. Мне стало интересно, как они сделаны. Я когда-то видела, знаешь, в поездах отрывают. Мне интересно, какого качества и что оно здесь вообще. Действительно, али липнет, и как. Я вообще сейчас, смотри, не умею играть, но я бы научилась. Только когда? Я же такая занятая. Мы же такие занятые. Когда нам играть? Ну, мы во всяком случае оценим, да? И для друзей можно дома хранить это все. Потому что не одни же мы такие не умеем играть. Не, я умею играть, ну, по сути как-то, да? Я знаю. Вроде бы, что как ходит. Но вот так, чтобы играть хорошо, я бы не сказала. Смотрите, вот такая коробочка маленькая, она вот с ладошкой. Шахматная доска. Да. Вот я люблю в шашки играть. А в шахматы ты умеешь? Ну, я умею, как бы знаю, да, там, как что-то ходит. Но я же говорю, чтобы хорошо играть, я не умею. Не, я не хорошо играла. Я что-то далеко не продумываю там все шаги. И чуть не открываешься. Подожди. Сейчас ноготь сломаю. Давай я открою. А, вот, все. Короче, защелочка просто так вот. Раз и два. Вот она. Вперед-назад. Открываем. И что мы видим? Мы видим здесь вот так вот черные и белые фишечки. Давайте проверим самое главное, что мы должны проверить в фикс-прайсе, насколько оно все действительно лепится, да, магнитик. Держи. Покажи досочку в полный рост. Мы просто проверим несколько и все. Ой, магнитик. Действительно магнитятся. А белые? Слушай, а если повесить вот так, как шаг, это, как дартс. Да, как картинка. И кидать. Слушай, очень классно. Это удобно в поезде, когда играешь где-то, да, что когда качаешь, ничего не разбрасывается. Мне кажется, это клевое. Я рада, что купила. Только я в шахматы и не играю. Мне нравится. Хорошо, нормально. Лепится не так, чтобы прям намертво, но клепится и да, и не отваливает. Смотри, вот я. Слушай, мы можем этими же штуками только в шашки играть. Нас играть как-нибудь. Сейчас. Не, сейчас не будем играть, эфирное время занимать наших девочек. Но вот знаете, вот так она выглядит, эта игрушечка. Мне, кстати, нравится. Классно. И все, и складывается, и маленькое место не занимает. Какая вообще. Что может быть лучше? Короче, я взяла ему такой барабан. Он не только барабан, здесь палочки еще. Две такие. Нет, Денька их уже куда-то посеяла, я, наверное, не найду. И также здесь такие штучки, куда можно засовывать цветочек, например. Ну, сейчас я вам скажу, здесь есть минусы в этой игре. Вот, да? Засовываем цветочек, засовываем кружочек, треугольничек. Ребенок, вот, лично в возрасте Деньки, да не то, что в возрасте Деньки, я сама оттуда их еле-еле потом достаю. Он меня просит их доставать, если он засунуть, их засунет, а достать не может. И нервничает. Потому что их реально, их нужно там здесь поддержать, тут показать. И они вытаскиваются, ну, не в каждом виде, то есть они прям впритык сделаны. Знаете, вот эти игрушки, например, вот здесь, что в треугольник кружочек войдет или там еще что-то. Хотя здесь тоже сложная тема такая. Короче, засунуть-засовывает, вытащить не может и нервничает. Оборван, стучит, прикольно. И он сейчас по гремушкам. Кубик, вот этот же я тоже купила. У нас есть маленькие такие кубики, но в экспрессе вот большой появился кубик. Я решила, думаю, дай возьму пацану. Все это, естественно, разбрасывается. Нужно быть готовым ко всему. Ну, здесь просто, здесь хотя бы... Ай, слушай, так... Майя ванна. Та-да-да-дам! Я как дура! Подожди! Так, а ты... Ему надо показать! Ты до этого не видела? Я видела, я же собирала его. Ты сейчас вспомнила, да? Я просто поняла, что... Я такая говорю, здесь открывается, думаю, а там же тоже открывается. Да, открываешь, вытаскиваешь, надо ему показать. И закрываешь, и снова засовываешь. А ты через дырочки поставила, да? А я через дырочки ему, блин, мучаюсь. Думаю, бля, какой барабан забыл. Засунуть, засунуть. Ты что детей ждать, если взрослые так тупят? Скажите. Короче, здесь вот такой наборчик разных тоже фигурок. День, смотри. Вот, господи, мама. Вот, мама. Давай, смотри. Закрываем такую штучку. Ну, что такое? Сейчас мама сообразит детской игрушки тут. Вот, смотри, День. Давай. Давай, кружочек в кружочек. Ну, короче, вы поняли, да? Здесь нужно еще, блин, это для взрослых конкретно. Тут нужно еще догадаться, тут не просто квадратик. Здесь трапеция, да? Как она называется? Интересно. О, трапеция. О, трапеция. Ее надо найти. Еще мама ее не с первого раза найдет. Еще правильно ее сложить. Короче, все. Пацан у меня будет суперумный, если он все сюда закидает. Короче, это для более взрослых. Есть ли? Интересные игрушки, да? Да. Разбивающие. Да. Не обязательно покупать лего дорогие. Фикс-прас и вообще спасибо. У нас и лего есть, мы нам дарили. Ну, вот лего, он-то стоит сколько? Ну, да, денег стоит. А вот эти интересные, сколько? Да эти сколько стоят? 99 рублей стоит. Нормально. Так, еще я купила вот такую игрушку, это деньги для ванны. Я люблю ему что-то, мне понравилось. Уточка желтенькая, там еще есть крокодильчики, видим нутки. Крокодильчик. Слушайте, пацану понравилась акула, вот эта вот, акулы. Он прямо ее забрал, пошел. Ищет эти красненькие везде, да? Посмотри. Все, ему ничего не интересно, ему только нравятся акулы с шарика. Вот видишь, у каждого свои любимые предметы. Он не сжимает, смотри, все, он уже догадался, что она кушает. Дренька, понравилось все тебе, да? Ну, все, на. Кушай такую. Кушай. На, корми их. Шариком, и вот он, и он будет искать ходить эти шарики по всему дому. На. В общем, вот такая уточка мне понравилась. Она с детишками. То есть он будет ее не только пускать, пускать, типа, А вот от детишки еще можно их так же вытащить. Она, кстати. Такая уточка и мне нравится. Она еще и пищит. И можно будет, смотри, полетела, поплела. Прикола, да. Мама, мама. Садитесь, дети. Давай, разыграм стерку, давай. Давай. Пищи, пищи. Мама, мама, говорите. Давай, давай. Нет, они еще. Ну, давай, давай. Давай, раз, два, три. Садитесь, дети. Я вас отвезу. Ну, ладно. Они такие, мама, мама. Отвези нас куда-нибудь. Мои селаденькие. Можно на голову сесть тебе, мама? Нет, на голову нельзя. Ладно. У всех равные условия, дети. И вас трое, я одна. Сколько можно? Вас трое, я одна. Ну, хочется все-таки на голове ездить. Может, ножки еще свесишь? И ножки свесить хочется, мам. Ну-ка, вы сразу свои перья опустите. Ну, ладно. Где эти деньги? Ну-ка, пошли вон. Пошли вон. Денька-денька-денька. Денька-денька-денька. На, День. Ты будешь играть? Смотри. Вот ему акулки только понравились, да? Ну, пока да. Ну, да. Ну, это в ванну. Вообще, он любит Ване посидеть. И я люблю, чтобы он тоже там что-нибудь поделал. А где ребенок третий? Ребенка третьего кто-то похитил. Кристина, срочно ищи ребенка третьего. Он где-то там у тебя. Или съели. Это же уточка. А ее едят. Или год задушил. Прикольная уточка. Можно разыгрывать кучу сценок. Дальше. Дальше. Смотрите, какая штука. Это, короче, дудочка для ванны. В нее, походу, набирается вода. И она еще может дудеть. Давайте проверим. Здесь набирается вода. Или вот... А, вот, как-то так. Возможно, они просто так прислали видео, где написано «Нельзя свистеть в квартире». Я не уверен, какие-то такие примеры. Деньги будут у того, кто их зарабатывает, старается. А кто свистит и не работает, у того и не будет. А, слушай, может, поэтому кто свистит, он не работает. Имеется в виду вот это. Мамин. Дуй. Давай, мам, ты работай. Все, снова. Нет, ну, короче, тут надо воду наливать. Она, походу, еще сама звуки будет делать после вода. Короче, мы попозже это проверим. А тут еще вот такие дверюшки, деления. Еще одна штучка для ванны. Тоже мне показалось интересной. Когда в нее набирается вода, там начинает вообще что-то там все шевелиться, да? Сейчас тоже открою. Вот, да, в нее набирается вода. Ой, смотрите, она начинает здесь красиво суетиться вся. И вот это, и вот это. Вот сюда вода набирается. Сейчас, короче, пойдем в ванну все тестить. Вот наша прекрасная уточка, которая плавает. Вот это непонятно, честно говоря. Трубочка, а из нее выливается вода. Но звуки все время разные, короче. Сейчас покажу. Вот эта фигня мне очень понравилась. Сейчас покажу. А, нет, можно даже вот так набрать. И вода течет, и все работает. Видишь? Видно? Видно? А если водичка так сверху течет, то еще лучше. И с другой стороны. Она с двухсторонней. Такая прикольная штучка. Здесь, если вот набралась вода, да, то есть вот мы звуки делаем. Короче, что-то типа такого. Ну все, мои крошки. Мы прощаемся с вами. Видео с играми, надеюсь, было для вас интересно и полезно. Я сама всегда, когда к фикс прайс, смотрю на эти игры. И думаю, хорошо было бы посмотреть, как вообще они функциональны. Как вы видите, что не все можно было бы брать, да? Но акулки пацану понравились явно. Он до сих пор очень увлеченный. Что он делает? Он ищет красный фарик. Мам, встань! И собирает, он акулкам дает, кормит их. Все, мои хорошие, нам было приятно с вами поиграть. Да, мне тоже приятно было. Надеюсь, вам с нами тоже было приятно поиграть. Я сколько раз ходила в фикс прайс, помнишь, я хотела себе игры купить. Да. Ты бы что-нибудь приобрела себе? Ну, кроме детских, конечно. А тут все детское. Боулинг, это взрослая игра уже. Шахматы. Ну только шахмы, шашки в пояс. Шахмы? Шахмы? Я сказала шахмы? Ты на слонике каком-то разговариваешь. Все, мои хорошие, я вас люблю, целую. Мы прощаемся с вами до следующего видео. Будьте с нами. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok